Я нахожусь в февральмоническом обществе Санкт-Петербурга. И сегодня нашим героем будет исполнитель на губной гармонике гитарист и композитор Туц Тильманс. Туц Тильманс родился в 1922 году в Брюсселе. Папа подарил ему аккордеон, когда ему было 6 лет. У папы было своё кафе и сказал, ты можешь меня в кафе с 6 лет играть, а лучше чуть-чуть подыгрывать, я тебе буду бортить. Сразу как бы вот ребёнка настраивать, потому что может существовать бизнес. В 11 лет он уже играл прилично на фортепьяно, на гитаре и на гармонике. Уже прилично, да. Готовился вообще стать математиком. На всякий случай поступил, кончил два курса математического факультета. Это всё происходило в Брюсселе. И в какой-то момент он понял, что если он хочет заниматься музыкой, то надо бы вообще поехать в Париж. Потому что значительно больше города, значительно больше культуры, чем в самом Брюсселе. Он готовился к этому, видимо. И вот на 22-м году в жизни своей он побывал в Париже, познакомился с Джанго Рейнхартном, даже раньше, чем играли. И тоже играл на улице, и Джанго играл на улице, и он подходил в гармошке к нему, а они что-то играют. Это никто не записывал. Но это было в их жизни. Как гитарист он не пытался особо выделяться полном людей, играющих на гитаре. К тому же гитара была в то время акульстическим инструментом, и, соответственно, её никто не слышал. Поэтому вот так уличным человеком был, и не стыдиться этого никоим образом. И в 1962 году он сочинил мелодию, которая, собственно, стала его единственным хитом, и которую знает весь мир. Так получилось. Эта мелодия называется «Блюзетт». Вроде бы такой танец «Мюзетт» трехдольный французский, но «Блюзетт». Я бы не сказал, что там много блюзового чувства. Написано это примерно по той же схеме, как пишут многие вальсы. Каждый аккорд в новом такте. Каждый аккорд в новом такте. Секвенция очень-очень просто. Примером будет вальс для Дебби Билла Эванса. Примером будет музыка «Белоснежские семь гномов». Знаете, вальсов не так много. И запоминающихся вальсов, которые стали джазовыми стандартами, вообще единицей. А этот джазовый стандарт на три четверти. И шикарная музыка с продуманным переводом во вторую часть, во первую часть. Давайте послушаем. Это Блю Зет, который Туц Тиммонс, Туц это, кстати, прозвище, Туц Тиммонс исполняет в 1962 году в Стокгольме. Туц Тиммонс Туц Тиммонс Туц Тиммонс Туц Тиммонс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 без работа он не оставался он участвовал фестивалях его развали на ньюпортский фестиваль в америку он там проиграл в париже было много много фестивалей много клуб где он зарабатывал он как-то даже в этом не думал потому что деньги у него были он не был бедным музыкантом известным музыкантом у него много записан дисков действительно не все они равноценны некоторые просто даже скучно баты но я скажу в этом не виноват не он а губная гармоника потому что тембровые возможности грудной гармоники это вам не рояль ограниченный с какими-то возможностями определенными например аккордовая техника вас не касается в основном это все линеарные придумки на которые у него хватало запаса и и прекрасно на убивок всякие фаршлаги и трема он использовал и конечно менял быстро для регистры диапазоны все это потрясающе технически но все-таки это если служить полчаса гармонику вы можете устать от этого тембра вот и все то что непозволительно у сексофонистов которые меняют тембра все играли балладу так темп темпы выписаны иначе поэтому это была судьба такая но что делать таких случаях доискать партнеров искал партнеров конечно заперут партнерами некоторые партнеры его американской очень полюбили одним из большим погонников явился замечательный контрабасист и музыкант вообще человек это рано ушел от нас сожалению его звали чака пасториус это очень знаменитый контрабасист был и базы один из первых базы гитаристов которые враг пришел с бас гитарами у него есть свои замечательный тем сочиненный но он так любил губную гармонику тильмонса что он сделал с ним несколько записей и вот послужим запись 1985 года здесь они играют тему джака пасториус играет на рояле а на гармонике играет тут силу а тема называется три вероятности тайной вот такая есть тема написано джака пасториусом а Субтитры подогнал «Симон» 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 тоже нельзя потому что ну не выйдет на пластинках это все записанное можно посмотреть послушать но были излюбленные тему у него вот одной из безлюбленных любителей любим его тем была тема замечательного генри манчини которая называла дни вина и роз эта тема была написана для фильмов который снимался от риха бёрн это был фильм американский уже доменит и в свое время и там то тем прозвучало как бы не очень заметно но у манчини вообще были замечательные генеральные истории и одна из самых светлых тем которые очень любили джаз музыканты за простоты и гармонии просто этой мелодии эта тема не вина и роз послушаем как и исполняет тут тильманс а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова